Сегодня расскажу, как я делаю соленое тесто для своих занятий. Нам понадобится стакан муки, полстакана соли и полстакана воды. Воду, конечно же, будем подбирать индивидуально, потому что мука у всех разная, мне кажется, у меня вообще даже рисовая соль тоже консистенция разная. В общем, будем все это на глазок, но примерно полстакана. Также понадобится подсолнечное масло 1 столовая ложка. Поехали! Высыпаем стакан муки в посуду, сюда же полстакана соли, перемешали. Добавили 1 столовую ложку масла подсолнечного или любого. Я вот не пожадничаю, добавлю 2. Так эластичнее будет у нас тесто. Опять перемешали. Если вы собираетесь тесто красить, мне, например, вот скоро нужно будет розовое тесто, то в воду можно сразу же уже добавить краску нужного цвета. Вы можете пользоваться как гуашью, так и натуральными красителями. Я капну в воду, так как мне нужно розовое тесто, капну чуть-чуть пару капель. Так, размешали. Можно было и гуашь, но так быстрее. И потихонечку начинаем добавлять в нашу чудо-смесь. Сначала руки не пачкаем, сначала это можно сделать ложкой. Как раз красного я чуть-чуть добавила, у нас получается розовый. Очень приятный цвет. Воду лучше потихонечку. Соль должна быть мелкой. Мука не важно какая рисовая, пшеничная абсолютно не важно какая мука. Лишь бы соль не была бы крупной. Мелкого помола. Так, вода на глазок у нас. Вроде не красится, хотя краситель. Какой приятный получается розовый цвет. Прям съесть хочется. Как у пончика. Так, воды походу я делала, переборщила. Значит, если вы переборщиваете воды, не пугайтесь. Просто добавляем сюда еще муки и ничего страшного не происходит. Значит, будем добиваться той консистенции, чтобы тесто не липло к нашим рукам. Руки оставались чистыми. Спасибо. Вот приехала к нам мука. Сейчас я еще раз тут комочки размешаю. Сейчас, если подведет мука, и она какая-нибудь рисовая, не той консистенции, как наша пшеничная, будет вообще весело. Смотри, какой цвет вообще бомбический. Так классно. Я никогда не пользовалась этими. Так, чуть-чуть добавляю на глазок муки. И, наверное, дальше продолжу я уже замешивать рукой. Сейчас еще чуть-чуть ложкой. Так, ну, вроде бы можно переходить к ручному замешиванию. Ну, у меня хватит здесь на двух поросят. Очень хорошо. Не лишнее, не это. Так, ложка нам больше не нужна. Переходим к рукам. Липнет. Еще добавляем. Воды переборщила я, видите. Ну, ничего. Такое тесто может храниться в холодильнике довольно-таки долго. Если вы сделали очень много, полепили все, не истратили, смело убирайте в пакет. Герметично закрывайте и в холодильник. В неделю так точно пролежит. Можно на следующий день делать опять творчество. Ну вот, у нас с вами получилось соленое тесто. Оно не липнет, как видите, к рукам. Если все-таки продолжает липнуть, то, ну, знаете, хозяйки, добавите еще муки. А так все хорошо. Вот. Тесто, как я уже говорила, можно любыми цветами подкрашивать. Можно оставить белым. И после того, как вы налепили поделку, она у вас высохла, просто взять опять же гуашь и раскрасить кисточкой свою поделку. Все. 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 Все.